Здравствуйте, это актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина, в студии заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия Людмила Ильясовна Вербицкая. Здравствуйте, Людмила Ильясовна. Всем известно, что один из основных приоритетов системы здравоохранения сегодня это оказание качественной и доступной медицинской помощи. Каждый из нас, когда вообще мы для себя выбираем либо клинику, либо врача, к которому мы хотим обратиться, мы, как правило, обращаемся к рекомендациям друзей, знакомых, родных. Понятно, что хотим выбрать лучшего врача, лучшую клинику, получить качественную медицинскую помощь. А вот как выбрать, Людмила Ильясовна? Ну, прежде всего, конечно, сегодня есть право у каждого пациента выбрать ту медицинскую организацию, которая его устраивает. И сегодня пациенты и республики Саха-Якутия выбирают себе врачей, тех по определенным направлениям, то есть это неврология или кардиология, и уже идут в ту поликлинику, где верят этому врачу, где знают, что этот врач вылечит или назначит адекватное лечение. И самое главное, наверное, в этой ситуации, что они к этому врачу обращаются как к другу, как к товарищу. Они ему рассказывают все свои проблемы. То есть это как раз та сторона, на которую была и направлена программа по вежливому здравоохранению. Людмила Ильясовна, в силу вашей деятельности, да, вы часто бываете в разных медицинских учреждениях, организациях республики. Как вы считаете, вот ваше видение улучшилось ли качество оказания медицинской помощи на местах? Однозначно хочу сказать, что позитивные моменты имеются. И есть, где действительно уже улучшилось. И начиная с регистратуры, начиная с общения, начиная с направления в республику Цаха-Якутия, в город Якутск, да, то есть сам механизм уже отработан. Даже запись к врачу. Сегодня есть учреждение, в котором полностью, в принципе, нивелированы очереди. Сегодня записывается электронно, но все равно вот это все позволяет сделать так, чтобы в определенных учреждениях. Сегодня это в большей степени город Якутск уже отработано и приведено в соответствии с теми приказами и указом главы, который был издан в августе 2016 года. А есть те, которые отдаленно, они сегодня подтягиваются с учетом имеющейся материальной базы и, конечно, кадровых ресурсов. Поэтому сегодня мы вот в таком этапе, когда есть, которые уже подошли к стандарту, а остальные сегодня в этом плане развиваются. Но то, что в республике стало лучше, это не только мое видение. Я думаю, что и население, которое сегодня нас смотрит, они тоже это подтвердят. Известно, что очень много критериев определения вот этого качества оказания медицинской помощи, как на уровне поликлиник, на уровне стационаров, на уровне пациентов и так далее. Скажите, пожалуйста, а есть ли такие критерии, как своевременность и степень достижения конечного результата? Своевременность есть критерии. Они есть и в параметрах оказания скорой медицинской помощи, они есть в параметрах ожидания плановой или хирургической медицинской помощи. Мы для себя тоже поставили критерии для того, чтобы ускорить ожидания пациентов плановой хирургической помощи, особенно тех, которые находятся в наших отдаленных населенных пунктах. И следующий критерий, который вы озвучили, как он звучит? Степень достижения конечного результата, желаемого результата. Очень интересно озвучен критерий. Степень ожидания результата есть по разным направлениям. Конечно, это в стационаре, это выздоровление, улучшение. На диспансерном учете это, допустим, сокращение обострений или же введение какой-то заболеваемости, которая была, допустим, взята на диспансерный учет. Или тоже человек выздоравливает или идет с улучшением. Пока у нас только такие критерии. Людмила Леонидовна, а как осуществляется вообще ведомственный контроль за медицинскими учреждениями в отношении качества доступности оказания медпомощи? В 2016 году в Министерстве здравоохранения была создана отдельная структура, которая занимается только контролем качества. Это люди, которые обучены, это специальная структура, курирует отдельно заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия именно это направление. У нас имеется план, плановых проверок всех наших центральных районов, всех медицинских организаций. Эта работа идет параллельно с контролем и Росздравнадзора, и иными контролирующими органами. Но, тем не менее, это наша плановая работа, которая идет в исполнении тех приказов коллегий, которые решения были приняты в Министерстве здравоохранения Республики Саха-Якутия. Это те нормативные акты, которые пришли из Министерства здравоохранения Российской Федерации. И, конечно, вот эти контрольные функции, они однозначно нацелены на своевременное исполнение доступности, на качество оказания медицинской помощи. И вот те приказы, которые мы сегодня издали, те, которые у нас сегодня работают, вот это достаточно жесткий контроль. И еще в функциях этого отдела находится и контроль за исполнением тех обращений граждан, которые постоянно, допустим, и по интернету пишут, и письменные обращения, и устные звонки в Министерство здравоохранения. То есть непосредственно, что у нас есть работа, это горячая линия, да, помимо всего прочего, вот эти функции выполняет и отдел контроля качества. То есть это вот такая каждодневная работа, и плановая, и связанная с обращением в том числе. Любое обращение не остается без внимания в любом случае, да? Не остается. И у нас есть, допустим, вот телефонограмма приходит из какого-то отдаленного населенного пункта, и пациенты пишут, что просим разобраться там в таком-то и таком-то случае и госпитализировать в город Якутск. То мы тут же оперативно подсоединяемся, узнаем, в чем ситуация. Если есть необходимость, мы понимаем, что ведут его врачи, и если что-то не так, мы вносим свои корректировки или забираем сюда, или делаем консультацию. То есть ни один звонок, ни одно обращение не остается без отклика и без конкретной помощи пациента. Людмила Леонидовна, еще несколько лет назад российские врачи при оказании помощи пациентам могли использовать какие-то свои методики лечения, проявлять, скажем так, творчество в этом плане. Но, насколько нам известно, сейчас российских врачей уже обязали оказывать лечение в строгом соответствии с установленными нормативами. А если какой-то отход от этого, то это уже квалифицируется как оказание некачественной медицинской помощи. Скажите, пожалуйста, это хорошо или плохо? В любом случае сегодня это хорошо, потому что мы даже при достаточно сохраненной и хорошей подготовке специалистов мы все равно имеем и молодых специалистов, и специалистов, допустим, которые сегодня не прошли по тому или иному курсу обучения. Допустим, он не все знает по кардиологии, он не все знает по неврологии. А находясь в центральной районной больнице, когда только база собственные знания, то если он будет лечить только базой собственных знаний, это неправильно. Поэтому сегодня мы работаем по порядкам и по протоколам, по стандартам лечения. И это правильно, потому что в этих порядках и стандартах прописаны те лекарственные препараты, которые имеют сегодня доказательную базу. То есть препараты закупаются те, которые сегодня действительно показали свою эффективность. Что этот препарат при этой патологии действует именно вот так. И мы сегодня говорим, что вот раньше, да, как было, то есть назначаются пациенту внутривенные инъекции номером 10. Всегда так было. Я сама работала, мы назначали номером 10. А почему 10? Потому что уже, допустим, после пяти внутривенных вливаний какого-то препарата уже наступает терапевтический эффект. Вот это сегодня все порядки, они подготовлены научно-исследовательскими институтами. За ними стоят фамилии академиков и профессоров. То есть сегодня это доказательная база не только Российской Федерации, но и нашей Всемирной Организации Здравоохранения. Вот эти протоколы, они идут оттуда. То есть они согласованы на уровне мирового сообщества медицинского. И сегодня это правильно. Благодаря таким протоколам, благодаря такой схеме, и в том числе получению медицинской помощи в стационарах, то мы сегодня имеем достаточно хороший эффект по снижению смертности. У нас сегодня хорошо работает программа по сердечно-сосудистой патологии. И наши врачи понимают, что если только с пациентом что-то плохо, едет скорая, если надо, мы делаем определенную манипуляцию, опять же в соответствии со стандартами, да, и потом уже доставляем его в стационар. В стационар точно так же имеется перечень диагностики, обследования, на основании которой ставится диагноз, потому что только этот регламент действий позволит поставить правильный диагноз, а не так, как думает, допустим, творческий тот же врач. То есть я абсолютно не умоляю, что необходимо сегодня врачам думать творчески, пополнять свои знания, но те протоколы, которые сегодня есть, они абсолютно оправданы. Людмила Рясовна, вот говоря о вопросах вообще здравоохранения, мы, как правило, говорим, что медики, мы говорим о их обязанностях по отношению к нам, да, но у медиков же есть еще и права. Вот я, знаете, вот хочу затронуть в конце нашей беседы такую тему, как вот участившиеся случаи агрессии со стороны пациентов к медикам. Ну это действительно так, да, все новостные сюжеты вот говорят об этом. И как вы считаете, вот насколько действительно серьезно противостояние вот между врачебным сообществом и пациентами? Отчего это происходит? Что с этим делать? Вопрос достаточно непростой, вами задан. И я хочу поблагодарить вас за этот вопрос, потому что вы сказали о правах. К сожалению, сегодня защищенности у медицинских работников нет. Сегодня нет закона о медицинском работнике на уровне Российской Федерации. То есть, естественно, и те права, которыми он, допустим, защищен, это как обычный гражданин Российской Федерации. Все соблюдение конституционных прав равно как любому жителю республики, так и в отношении медицинского работника. Но сегодня медицинские работники выполняют достаточно серьезную миссию. Общество меняется. И, конечно, вот это общество надо, к сожалению, останавливать в отношении медицинских работников, применять какие-то меры защиты. На законодательном уровне. Потому что, да, так останавливать. Надо останавливать и нельзя оставлять. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии была заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия Людмила Ильясовна Вербицкая. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин